Продолжаем. Закончили с вами с темой по логическому выводу. Будем к нему, скорее всего, еще возвращаться, упоминать его в различных других подходах. Сейчас мы с вами пойдем дальше, то есть к более сложным системам. Если логический вывод был интуитивно понятен более-менее, то есть отношения, если то, правила – это вещи, которые очевидны любому человеку, то теперь мы пойдем в более сложную область, связанную с теорией вероятности. Здесь написано «байс», то есть это один из подвидов теории вероятности. То есть там все математики в теории вероятности разделяются на несколько групп. Одни из них – это байсовский подход. Почему именно байсовский, я надеюсь, станет понятно в процессе? То есть почему с искусственным интеллектом его ассоциируют? Надеюсь, будет понятно. Вкратце смысл в том, что в логике вы оперировали некоторыми логическими сущностями. Название – да, нет, true, false, 0, 1. То есть была альтернатива либо одно, либо другое, да, то в данном подходе, в вероятностном подходе появляется уже некоторое непрерывное множество вариантов. То есть у вас есть, да, у вас остается true, например, да, правда, но эта правда, к ней добавляется еще некоторое непрерывное число, показывающее меру вашей уверенности в ответе. То есть система уже не просто говорит вам «да», «нет». Она говорит «да», с некоторой вероятностью. Вот, наверное, такая основная, ну, такой спойлер того, чем, собственно, вероятность и подход интересен по сравнению с логическим подходом. То есть он может… Самое интересное, когда к логическому подходу добавляются еще некоторые вероятности, позволяющие вам не просто говорить «да», «нет», а еще выражать некоторую степень уверенности в вашем ответе. Вот, ну и прежде чем нырять в BIOS, да, очень быстро пройдемся по еще одному направлению, не совсем связанной, может быть, с вероятностями, хотя тоже есть определенные вероятностные компоненты. Да, небольшое такое ответвление – это нечеткая логика. У одной из ваших групп или у обоих есть целый курс по нечеткой логике, поэтому долго не будем на нем устанавливаться. Идея примерно та же самая, да, то есть взять обычную логику, вот, но оперировать уже не логическими переменными – true, false, 0, 1, да, нет, а оперировать некоторыми распределениями значений. То есть у вас исходно есть некоторые показатели реального мира, вашей базы знаний, которые представляются некоторым непрерывным числом вещественным. И ваша задача – описывать правила над этими вещественными числами в терминах «если то». Причем желательно работать не с конкретными значениями, да, чисел, а с некоторыми сущностями, как в обычной формальной логике, да, где мы там описывали субъект, отношение объект над триплетами. И, соответственно, правила на основе таких триплетов. Вот чтобы, например, работать уже с реальными какими-то величинами физическими, ну, не просто так называется в фазе контрол, да, это чаще всего именно в системах управления, где у вас есть некоторые метрики о происходящем вокруг. Ну, это не только системы управления, это могут быть, в смысле, не только на производстве, да, это могут быть и какие-то бизнес-системы, где, не знаю, система скоринга, например, клиентов, если вы там в банке работаете. То есть так или иначе, у вас есть некоторый набор показателей вещественных, которые довольно тяжело ложатся на правила. Если то, то есть у вас либо тут будут какие-то портянки там из непонятных символов, больше-меньше, равно. Вот идея стоит в том, чтобы в нечеткой логике, чтобы, например, спрятать эту вот непрерывность за некоторыми сущностями. Ну, в данном случае у вас есть непрерывная величина х и есть сущность а. Значит, у сущности а есть некоторая функция принадлежности, которая достигает своего максимума в некотором центре на вот этой вот величине х, да, то есть какое-то измерение в вашей системе, там, метрика какая-то, да. При этом у вас есть несколько сущностей, связанных с этой метрикой. Ну, например, если это у вас платежеспособность клиента, да, то, например, это банкрот, а это, например, хороший, хороший заемщик, да. Соответственно, у вас есть некоторая функция принадлежности, которая, удаляясь от центра банкрота, да, начинает потихоньку убывать. И у вас есть у другой сущности тоже есть функция принадлежности. И фокус нечеткой логики стоит в том, чтобы трансформировать вот эти ваши метрики непрерывные в некоторый набор сущностей А, Д и дальше строить уже правила, исходя из этих сущностей, да, что если х это А, то сделай мне Д. Соответственно, в чем идея, да, что вы, задавая некоторую величину физическую, да, какое конкретное значение, вы можете проверить, к какой функции она принадлежит, вот к какому концепту она принадлежит, да, к А, там, к Б, там и так далее. Соответственно, выбирая конкретное значение, да, вы можете получить значение вот этой функции принадлежности. То есть и по значению этой функции принадлежности понять, насколько вы близки к вашей цели, да. То есть в данном случае у вас действием является Д, которое тоже имеет некоторую функцию принадлежности. Соответственно, вы можете таким образом измерить, а насколько вы должны выполнять Д, например, да. То есть подбирая х, выбирая здесь функцию принадлежности, вы, соответственно, получаете, вот тут даже показано некоторым сосудом, что является Д, насколько оно полно. То есть полностью Д вы выполняете, когда находите здесь, да, соответственно, попадаете сюда. Соответственно, у вас вот есть такая мера μ от х, которая показывает, насколько вы должны делать Д. Аналогичным образом у вас есть другие правила, которые, например, там по другим параметрам выполняют, да. И есть, соответственно, у каждого тоже есть некоторая мера того, насколько вы должны следовать этому правилу. То есть выполнять Е, действие Е, да. То есть тоже, опять-таки, с некоторой логической сущностью ассоциируется некоторая метрика. Вот, и затем эти метрики, они на общей кривой, да, ищется центр масс этих метрик, ну, вот всего, что получилось, да, и вы таким образом понимаете, например, что вам больше нужно делать, что вам, например, вы ближе находитесь к Д, чем к Ф. Вот такая общая идея о колхозном уровне работы нечеткой логики того, как можно, например, связать непрерывные значения ваших метрик с логикой. Напомню, логика оперирует не числами, она оперирует некоторыми сущностями и отношениями между ними. Ну, в данном случае отношения – это наборы правил, да. То есть вот простой пример, как без вероятности обойтись, чтобы описать некоторые непрерывные сущности, да, и как, то есть, у вас говорили, есть измерение, да, оно продуцирует набор сущностей, и, соответственно, как с этими сущностями дальше работать. Это просто ответвление, это не теория вероятности, да, но, тем не менее, тут какие-то уже интересные идеи появляются, такие, например, как функции принадлежности. Значит, если говорить уже про вероятности, да, ну, вот у меня всегда такая вот картинка в голове появляется, то есть про то, о чем, например, можно говорить в точке времени вероятности, в точке времени байса. То есть у вас есть какое-то, какое-то правило, да, или какая-то, просто какая-то сущность, которую нужно описать, да, ну, тут на примере классификации, да, то есть вам нужно ответить «да» или «нет» на какой-то вопрос. Соответственно, у вас есть множество разных экземпляров этой сущности, да, и, соответственно, ваша система интеллектуальная, она дает некоторый ответ на вот это множество сущностей. Соответственно, у вас, кроме «да», «нет», появляется еще много других вариантов. Например, ваша система сказала «да», вот здесь, да, то есть «да» – это у вас вот этот черный кружок, а «нет» – это у вас все остальное, да. Соответственно, тут разделено, да, что выковутые точки – это настоящие «нет», закрашенные – это настоящие «да». Соответственно, когда у вас система дает некоторый ответ, у вас, на самом деле, она дает, есть четыре ответа, по сути. То есть у вас есть те сущности, которые она распознала как «да», правильно распознала, да, true positives. У вас есть сущности, которые она неправильно распознала как «да», которые на самом деле нет, но она сказала, что они будут «да». То есть это некоторая ошибка, да. У вас есть сущности, которые являются, ну, скажем так, в кавычках «нет», И ваша система не сказала, что они «да». То есть тоже она правильно их распознала, что они не являются «нет». И в то же время у вас есть сущности, которые являются «да», но ваша система их не обнаружила и не сказала «да». Таким образом, у вас появляется целый набор ответов на простой вопрос «да-нет». И, соответственно, вокруг чего крутятся эти байсовские алгоритмы? Они крутятся вокруг того, как система должна работать. То есть, во-первых, у вас есть некоторое понимание того, чем является каждая сущность. Вы делаете некоторые ответы, получаете обратную связь и на основе обратной связи начинаете корректировать вашу систему, чтобы, например, захватывать больше этот круг, больше захватывать вот этих и меньше вот этих. То есть у вас происходит такой процесс, некоторое обучение. Это, наверное, такое достаточно серьезное отличие от тех систем, которые мы рассматривали в логике, где у нас просто был «да-нет», мы там не проверяли правильно-неправильно, уверен-неуверен. Здесь появляется уже вот такого рода множество, с которыми предстоит работать в этих системах. Вот. И еще раз повторюсь, что особенностью этого байсовского подхода является то, что, ну мы про это еще будем говорить, что в процессе, то есть суть логического вывода – это не только ответ на вопрос «да-нет», но еще, например, ответ на вопрос «с какой уверенностью», «да-с какой уверенностью» «нет». И третье еще – это возможность обучения, то есть обновления ваших знаний за счет того, что вы можете, получая некоторую дополнительную информацию о системе, быть более уверенными, либо менее уверенными по отношению к тому, на какой ответ вы пытаетесь получить, на какой вопрос вы пытаетесь получить ответ. Вот. В общем, это пока такие общие слова, да, тут лучше всего посмотреть на каком-то примере простом. Классический пример, который приводит – это диагностика заболеваний. Все мы сейчас живем в мире ковида, да, поэтому такая немного актуальная тема, но на самом деле она всегда, да, пример приводился в качестве объяснения для того, что же такое теория вероятности, что такое байос, зачем все это нужно. Вот, очень, даже сначала не с байоса, начиная, да, просто с некоторого описания задачи, что у вас есть некоторый набор студентов, понятно, что для образовательных целей пример приведен, поэтому студенты, которые там болеют гриппом, условно говоря, и там в осенний период в среднем статистически, там за предыдущие периоды времени, там выявлено, что там 20% всегда студентов в это время болеет. Вот. При этом есть некоторый тест, который позволяет ответить на вопрос, болеет человек или нет. Соответственно, у теста тоже есть некоторая специфичность, то есть вероятность того, что человек, у которого этот тест положительный, он действительно болеет, да, то есть есть ложно-отрицательные результаты, это как раз вот то, что я вам пытался объяснить, да, по этому кружочку, что у вас на самом деле 4 ответа, это истина, правда, не только да-нет, там истина, ложь, да, ну и, например, вы можете ложно сказать, что человек болеет, либо наоборот сказать, что человек здоров, при том, что он на самом деле болеет. То есть у вас на самом деле там будет 4 ответа, что он действительно болеет, действительно здоров, либо что вы пометили его, как он болеет, а он на самом деле здоров, и вы пометили его, как здоров, а он на самом деле болеет. То есть вот такие четыре варианта ответа. Соответственно, тоже нужно всегда это держать в голове. Соответственно, любой тест он всегда может давать не стопроцентный результат, то есть у него есть определенная точность у этого метода. Но опять же, там есть тоже отдельное понятие точности, специфичности и так далее. То есть различные метрики, когда, например, вам нужно отразить, насколько ваш тест хорошо находит здоровых, насколько хорошо он находит больных, насколько он в целом дает правильный ответ. То есть это тоже разные вероятности, которые позволяют вам охарактеризовать этот тест. И что интересно, что нужно для себя в голове отложить, что в таких задачах есть несколько базовых компонентов. Первый из них – это ваша априорная информация, которую вы знаете. То есть вы заранее знаете, что в это время года статистически пятая часть студентов болеет. Это ваши исходные знания, которые вы закладываете в систему. При этом вы исходно знаете, что, ну, там, по результатам лабораторных экспериментов, вы знаете, что ваш тест позволяет в 90% случаев найти заболевание, да, ну, как пример приводится полоска, которая либо красная, либо черная, а, либо белая, либо черная остается. И в 30% случаев все черные полоски являются ложными. То есть 30% тех, кто получил черную полоску, на самом деле являются здоровыми. Вот. Соответственно, как это пытаются описать, да, ну, самый простой способ – это представить себе 100 студентов и попробовать эти вероятности разложить, чтобы понять, что, собственно, происходит. То есть как применение теста позволяет вам ответить на вопрос, является ли отдельный студент больным или здоровым после проведения теста. Соответственно, графически это можно легко нарисовать, ну, если у вас немного, конечно, этих студентов, да, вы можете это графически нарисовать, что у вас вот из 100 студентов 20 больных, 80 здоровых. Соответственно, дальше вы на эту картинку накладываете ваши тесты, то есть отношение 30 к 90, да, что из всех больных мы смогли найти 90, то есть это 18 больных мы нашли, 2 у нас осталось необнаруженных. И среди здоровых тоже у нас 30% ложных будет результатов. Соответственно, мы пометили, что 30 вот этим 24 студентам несчастным, да, мы им поставили диагноз, что они больны, хотя на самом деле они здоровы. Вот, это такой классический пример, да, чтобы вы понимали, что любой эксперимент, любой тест, он имеет определенную точность, там, специфичность, точность, да, соответственно, что, с одной стороны, показывает, что всегда будут люди, которых не обнаружили, и что всегда будут люди, которые на самом деле здоровы, но их пометили как больных. То есть им не повезло, их вот теперь вот этот маховик ковидной машины сейчас засосет, они начнут там сидеть на карантине, сдавать второй тест. Вот, мы еще поговорим о вторых тестах, зачем их делают. Соответственно, вот вы получили такую картину, да, после вашего тестирования. Вот, и теперь главный вопрос, да, вот взять любого студента из этой кучи, кучи больных, вот у вас в красном отмечены те больные, которые действительно являются больными, и те здоровые, которых мы пометили как больными, да. Вот теперь взять из этой кучи любого студента и сказать, с какой вероятностью он на самом деле болеет. Вот, как это рассчитать, да, то есть уже непосредственно идет речь об алгоритме. Вот это как раз и есть цель всего Байесовского подхода, как, делая отдельные эксперименты, в данном случае проводя тестирование, увеличить свою уверенность в ответе на вопрос. То есть изначально у вас была уверенность, что каждый пятый студент болеет. То есть вы могли бы вообще не делать тестирование, сказать, что все, вот, с вероятностью 20% каждый человек болеет. Там, рандомно как-то 20 человек выбрать, и с вероятностью там 20%, то есть пятая часть из них, скорее всего, будет больными. Попытаться их изолировать, да, но может быть 20% это маловато, да, поэтому нам нужно делать эксперименты, исследовать эту популяцию студентов, чтобы попытаться вывести их на чистую воду, да, найти всех тех ковидников, которые бессимптомно болеют, но тем не менее продолжают ходить там на занятия, заражать всех остальных. Вот, соответственно, мы проводим тестирование, выгребаем, значит, на этом тестировании 42 человека, 18 плюс 24, из которых мы уже знаем, что 18 точно болеет. То есть уже после нашего эксперимента соотношение 18 к 24, оно оказывается лучше, чем 20 к 80. То есть мы как минимум уже сократили выборку потенциально больных за счет этого тестирования, да, и в рамках этой выборки мы видим, что соотношение больных к здоровым, оно становится меньше. То есть если у нас было 2 к 8 или 1 к 4, то здесь примерно уже 18 к 24, это будет где-то 3 к 4. То есть на каждых 3 больных мы имеем 4 здоровых, то есть отношение уже улучшилось. Таким образом, эксперимент позволяет вам, или тестирование, или эксперимент позволяет вам чуть больше разобраться, кто же все-таки болеет, а кто же все-таки здоров. То есть мы уже как минимум отфильтровали огромное количество счастливчиков, которые точно не болеют, да, но при этом мы еще 2 потеряли здесь. Значит, и вот в этом основная идея метода байса в том, как вот проводя такие эксперименты, то есть получая новые, как они называют это, улики или доказательства, попытаться добиться правды, да, то есть постараться как можно больше больных выделить в этой группе для того, чтобы, собственно, решить задачу. В этом, собственно, стоит задача, да, чтобы отфильтровать на вот этой популяции тех, кто болеет. Вот, применение этого метода достаточно широкое, то есть куда бы вы ни пошли, вы везде найдете метод байса, там начинают делать медицины, генетики, там, не знаю, фильтрации спама, машинного обучения. Вы везде вот эти примеры, похожие примеры будете находить того, как, делая некоторые действия над системой, то есть исследуя систему, да, собирая некоторые доказательства, попытаться разобраться, что в ней происходит. Ну, к слову сказать, вся современная наука, она строится на основе, по сути, вот этого подхода. То есть вся эта квантовая теория, которая постепенно превращается в практику, тоже строится на последовательности экспериментов, построении некоторых вероятностных моделей, да, проведении экспериментов, либо подтверждения, либо провержения этих моделей. Вот понятно, что там модели гораздо сложнее, чем 100 студентов, разбитых на 80-20, но это такая очень базовая интересная идея о том, как вообще принимать решения, да, то есть собирая некоторую дополнительную информацию, как принимать решения, ну, в данном случае на основе тестирования. Ну, здесь вот конкретные цифры приводятся, да, то есть что, грубо говоря, изначально у нас было 20% уверенность в том, что человек болеет, да, в общей популяции. Значит, проведя тестирование, мы можем сказать, что мы уверены теперь на 43% в том, что в этой популяции есть, ну, вернее, что любой взятый студент является больным, да, то есть мы уже повысили некоторую уверенность в ответе на вопрос, больной студент или нет, болен он ковидом или нет, там, гриппом и так далее. Еще раз, да, использовали некоторую априорную информацию, то есть начальное знание системе, и использовали знание о том, как работает конкретный эксперимент, то есть какую информацию он нам даст, с какой точностью он работает, с какой специфичностью. Вот имея вот эти три числа, мы смогли повысить нашу уверенность в ответе на вопрос, то есть с точки зрения больных, да, то есть уверенность у нас возросла до 43%. Значит, как еще это пытаются иллюстрировать, сейчас подвисло, подглючивает немного сайт. То есть немного другие диаграммы, да, то есть иллюстрации, там, водопад, да, то есть у вас есть молекулы, там, синего цвета, молекулы красного цвета, есть водопад, то есть часть из них уходит несмешанными, красный и синий, да, часть из них перемешивается. Вот, и ваша задача понять, вот сколько здесь будет молекул красной воды, сколько синий. Вот, то есть тут тоже пытаются привести примеры, что у вас тут изначально ваше знание системе, это то, что у вас наверху, то есть те потоки независимые. Вот, а знание о том, как работает метод тестирования, да, он, соответственно, у вас является таким смесителем, да, где у вас два потока смешиваются, и у этого смешения есть тоже определенные параметры, да, в случае это размер вот этих русел, да, вы их знаете изначально. Вот, и, соответственно, имея, обладая такой информацией, что было в начале и как происходит смешение, вы можете посчитать, а какие, собственно, пропорции будут вот здесь находиться, да, сколько красных молекул, сколько синих. Соответственно, как раз вот как посчитать, да, то есть вычислив пропорции, в данном случае 9 к 3, да, исходные пропорции были 2 к 8, пропорции тестирования, да, вот ваш, это ваш тест на грипп, там, на ковид, имеет пропорцию 9 к 3, то есть он выделяет, на каждых девятерых больных он выделит 3, 3 здоровых, затронет, да, имея вот такие пропорции 9 к 3 и 2 к 8, то есть изначальная пропорциональность болезни популяции, вы, соответственно, получаете итоговую пропорцию, то есть вашу уверенность в том, как, собственно, как, кто и как болеет, да, с какой вероятностью человек больной, просто перемножаете пропорции, то есть буквально взять вот эту 3, 4 к 1, это наш 80 на 20, да, 1 к 3, это 10 на 90, то есть перемножая вот эти пропорции, вы получите пропорцию после проведения эксперимента, то есть 3 к 4, на каждых трех больных мы найдем 4 здоровых, затронем, что является лучше, чем отношение 4 к 1, да, где на каждого больного мы еще 4 захватывали здоровых, значит, вот такая тоже простая иллюстрация того, что как можно метод байса рассматривать, да, то есть метод байса – это некоторая итерация, позволяющая вам, проведя эксперимент, посчитать, ну, как бы улучшить ваше знание о системе, да, получить это новое знание. Интуитивно обычно так люди и мыслят, да, то есть когда там, не знаю, какой исследователь ведет расследование, каждая новая улика в его системе знаний о конкретном деле, она добавляет новую информацию, позволяя принять обоснованные решения, да, то есть кто виноват, когда есть несколько, например, кандидатов подозреваемых, да, собирая дополнительные улики, каждый из которых имеет свои веса в пользу того или иного подозреваемого, позволяет вам, например, обоснованно принять решение о том, кто виновен, кто виноват, и выразить некоторую уверенность, насколько вы в этом уверены. Исходя из начальных мотивов, да, исходя из собранных улик, вы можете, например, понять, с какой вероятностью тот или иной подозреваемый у вас является виновным. Вот это просто тоже пример, да, из жизни вообще, как принимаются решения. Вот, соответственно, в системах искусственного интеллекта тоже очень часто такого рода приемы используются. Начинают такие немного лирические размышления. Размышления тут дальше вот в этом, на этом сайте, да, приводится уже погружение чуть глубже, то есть уже переход к некоторой математике, к некоторому формальному описанию правила байса, то есть байсовскому выводу логическому. Что еще интересного, кстати, забыл, да, уточнить, что, например, если мы говорим уже о некоторых отношениях, вероятностях, да, то есть, что интересно, что, например, есть, можно, например, для разных соотношений вероятности вот вашего метода, то есть в данном случае метод, он был направлен на то, чтобы среди больных находить больных, да, при этом он имел достаточно большое количество ложных результатов, то есть захватывал очень много здоровых. Вот. Соответственно, если сравнивать его с методом, например, который чуть хуже определяет больных, но меньше захватывает здоровых, то такой метод, например, такой эксперимент может оказаться более интересным для вас, то есть даст лучшие результаты с точки зрения финала, да, сколько все-таки больных вы определите, сколько здоровых, чем, например, вот этот. Тоже такая неочевидная вещь, где-то здесь она была указана, по-моему, на следующем слайде, что, например, специфичность 60 на 20, то есть 60 больных тест определяет, при этом только 20 здоровых захватывает. Она имеет ту же самую силу предсказательную, что и тест 90 на 10, о, 90 на 30, который 90 находит, ну, вот здесь, да, пример приводится, что вот с водопадами, да, что 90 на 30, наш пример исходный, дает то же самое соотношение, ту же самую вероятность найти больного или здорового, да, чем, например, тест, который всего 45% дает больных, определяет, да, и 15 здоровых. То есть он имеет примерно ту же самую пропорцию, ту же самую силу предсказательную, что это, ну, такая достаточно неочевидная вещь, вот, но, тем не менее, если поразбираться, там, порисовать этих студентов 100, то вы поймете, почему речь идет об этом. То есть у нас, если помните, значит, там слишком много здоровых захватывалось, да, поэтому итоговая вероятность, там всего 43%, что человек из этой выборки, которых определили как больных, является здоровым, она достаточно высока. То есть там очень много ложных результатов. Вот, поэтому не всегда тест, который очень хорошо показывает, определяет больных, является оптимальным тестом для сегрегации, там, популяции на больных и здоровых. Вот это очень неочевидная вещь, которую тоже неплохо, чтобы вы себе в голове уложили и, может быть, на досуге поразбирались. Там, если не поймете, мы будем вместе тогда снова к этому возвращаться. Значит, что? Ну, естественно, что метод Байеса и правила Байеса – это не такие абстрактные картинки, это некоторые уравнения, которые оперируют вероятностями. С вероятностями вы знакомы с теорией вероятности, то есть это просто подбрасывание монеты, да, и с какой вероятностью у вас впадется орел или верка. В простейшем случае у вас 50 на 50 вероятность, да. Ну, в данном случае у нас не монета, у нас тест на болезнь, который дает вам какое-то количество положительных, какое-то количество отрицательных, какое-то количество ложноположительных, какое-то количество ложноположительных. То есть это раскладывается на 4 элемента, да. И есть понятие условной вероятности, то есть именно в методе Байеса, то есть какая будет вероятность у того или иного исхода из этих четырех, если мы будем знать что-то еще, какую-то дополнительную информацию. В данном случае дополнительной информацией являются результаты вашего тестирования, то есть тот эксперимент, который вы провели над системой. Соответственно, вот такими простыми тремя компонентами, то есть вероятность какой-то сущности, опять же вспоминаем логические системы, формально-логические системы, где были сущности. В данном случае сущностями у нас являются вот эти вот иксы. Соответственно, у них появляется вероятность b от x, отрицание сущности, то есть не сущность, опять-таки логика формальная, которая дает вам, например, отрицательный либо положительный результат вашего эксперимента. И, соответственно, есть два, в данном случае, в простейшем случае есть два, две сущности, больной-здоровый, про более сложные ситуации, когда у вас много сущностей, это мы отдельно поговорим. В данном случае предположим, что просто есть простой вывод. Да, нет, болен-здоров, true-false, 0.1. То есть какая-то альтернатива, выбор из альтернатив. Соответственно, имеется всего две сущности. В данном случае это полоска черная, полоска не черная. И больной-здоровый. То есть две сущности и, соответственно, отрицание. Назначаются им вероятности, то есть вот те самые условные вероятности, что полоска черная при условии, что человек болен. Полоска черная, что человек не болен. Полоска человек болен при условии, что полоска черная. Вот это все мы можем назначить как некоторые вероятности, то есть вероятность как некоторая величина от нуля до одного. 1 – это мы полностью уверены, 0 – мы полностью не уверены. Все, что между ними, это как раз наша реальная жизнь, что любой тест имеет определенную точность, может захватывать здоровых людей 30%, и при этом есть тоже вероятность того, что вы найдете здорового при условии, что у него черная полоска. Соответственно, есть простое правило условной вероятности, что наступление события X при наличии некоторой улики или другого события Y, то есть некоторого вашего эксперимента, она соответствует вероятностям того, что оба события происходят, и при этом деленная на вероятность того, что у вас изначально это событие могло произойти. Тут начинается уже такая небольшая магия того, как получается байсовское правило, мы сейчас про него поговорим. Здесь просто надо понять, что это некоторое логическое утверждение, что для того, чтобы понять вероятность того, что событие произошло при событии, при возникновении другого события, связанного с ним, у вас нужно знать вероятность того, что эти два события вместе произойдут, ну это логично. Вы не можете судить о вероятности события при наличии другого события, что Иванов, Петров, Сидоров украл 100 рублей, при том, что никто 100 рублей не украл, например, или при том, что, например, нет, не подтвержден факт того, что кто-то вообще крал эти деньги. Поэтому, естественно, что у вас должны выполняться оба события, то есть должно быть пересечение этих вероятностей. При этом вы должны еще учитывать, как бы отмасштабировать свою вероятность по отношению к тому, какова вообще вероятность того, что вот этот вот ваш следственный эксперимент может быть проведен. То есть это такое на уровне логики, на уровне, там, не знаю, философии описывается некоторое правило, ну, скажем так, это аксиома, да. То есть она не обсуждается, она просто есть, ее просто вводят. Ее вводят для того, чтобы потом получить правила логического вывода. Вот, оно достаточно простое, это то самое соотношение, перемножение отношений, да, которые мы с вами рассматривали. То есть мы изначально знаем некоторую вероятность того, что кто-то болен, кто-то здоров. Есть какая-то вероятность. Это может быть 50 на 50, это может быть 20 на 80, там, в зависимости от времени года. Либо наоборот, там, летом почти никто не болеет, поэтому вероятность того, что человек заболел, она минимальна. И у вас есть результат эксперимента, а именно отношение тех, кто получил черную полоску и реально болел, и отношение тех, кто был здоров и, тем не менее, получил черную полоску. И это дает вам отношение того, кто реально болел при наличии полоски, да, и те, кто был здоров при наличии тоже полоски. То есть это позволяет вам, применяя перемножение этих пропорций, того, что вам было известно, то есть ваши априорных знаний о том, кто в это время болеет, кто здоров, сколько больных, сколько здоровых, на результаты конкретных экспериментов, позволяет вам получить информацию о том, кто же реально, какая сейчас реальная ситуация. И что самое интересное, вы можете это правило применять рекурсивно. То есть посчитав некоторую пастериорную вероятность, вы можете снова провести эксперимент, используя пастериорную информацию в качестве априорной информации для нового эксперимента. Таким образом увеличивать уверенность в результате. Именно поэтому часто делают несколько тестов на ковид, на грипп и так далее, в том числе через некоторое время, чтобы повысить вероятность правдивого результата. Вот это уже ближе к формулам. Есть простое, ну, тут просто картиночка эта показана, что у вас было изначальное соотношение 1 к 4. Есть эксперимент, который дает соотношение 3 к 1. И в итоге, перемножая вероятности 3 и 4 на 1, вы получаете соотношение 3 к 4 на вашей итоговой популяции. То есть тех самых несчастных, которым тест показал положительным, да, вот они у вас здесь смешались. Их соотношение 3 к 4 гораздо лучше, чем исходное отношение 1 к 4. Вот простая иллюстрация метода, правила, как хотите, закона, байса, да, по обновлению ваших знаний о системе. Есть простое доказательство, которое использует формулу, которую выше мы смотрели, да, про условные вероятности. Оно настолько простое, что умещается в одну строчку, где у вас просто появляются некоторые гипотезы. G, K, есть некоторые события, да, которые возникают при наличии той или иной гипотезы. Есть отношение между ними. Соответственно, просто подставляя сюда вероятность этого, этой вот улики, да, вероятность произведения этого эксперимента, вы можете доказать, что действительно это соответствует тому, что вы получите отношение вероятности одной или другой гипотезы при наличии вот такого эксперимента. Ну и тут, соответственно, просто на примере это приводится. Вот, я думаю, что мы дальше пока не пойдем. На сегодня, наверное, закончим. В следующий раз продолжим.